Здравствуйте, уважаемые зрители! В Софии сегодня состоялась третья партия матча на первенстве мира между Анандом и Топаловым. И третий из возможных результатов сегодня был зафиксирован. После двух побед, которые попеременно одержали соперники, сегодня случилась ничья. Причем ничья достаточно спокойная, сухая и вполне закономерно по игре. Давайте я покажу вам, как это случилось. На этот раз Ананд не стал бросаться в гучу осложнений в защите Грюнфельда. Собственно, изначально это решение напрашивалось и осталась загадкой, почему в первой партии он решился сделать это. В общем, эту загадку он, видимо, разгадает уже после матча в интервью. А пока мы смотрим, что он играет славянскую защиту. Это вполне надежный дебют, который как раз для Виши Ананда это его хлеб. Он, в частности, именно в славянской защите фактически выиграл матч у Крамника, поэтому все от него ее ожидали. Но есть, конечно, и некоторые нюансы. Вот, например, здесь против Крамника Ананд играл в ге-6. А сегодня он взял пешку на С4. Это старинное продолжение. Черные не выигрывают пешку, но зато вынуждают белых немножко помучиться для того, чтобы восстановить материальную равновесие. Последовало А4 необходимо, чтобы Б5 не прошло. Теперь черные успевают развиться. Слон идет на Ф5. Белые, вот видите, что атакуют пешку С4. Е6. Ф3. Белые используют выдвинутое положение слона для того, чтобы захватить центр. Здесь в прежние времена была популярна жертва фигуры после слона Б4. Слон Б4. Е4. Вот такая жертва фигуры. Но, вы знаете, теория в этом направлении развилась настолько глубоко, что здесь уже мало осталось белых пятен. И, в общем, черными играть достаточно скучно. Возникают всевозможные окончания, в которых у белых простая игра, и проиграть они никак не могут, что, конечно, довольно обидно. Итак, после Ф3 было сыграно С5. Это продолжение достаточно старинное. Его играли еще в былые времена классики прошлого. Алехин, Боголюбов и другие известные мастера. Сейчас, конечно, появились новые нюансы. Итак, ответный ход Е4 вполне логичный. И вот здесь практикуется сейчас ход слон Ж6. Очень скромный, очень крепкий, который во времена Алехина, конечно, считалось, что это слишком пассивный, дает белым бесплатный перевес. Но дело в том, что сейчас в теории сложилась такая ситуация, что принципиальное осложнение после СД и ЕФ, вот раньше именно этот вариант считался основным. Здесь конь С6 есть вариант, есть слон Б4. Но сейчас белый здесь доминирует. Во всяком случае, сам Топалов здесь сыграл немало хороших партий. Например, белыми обыграл Лариса Гельфанда и так далее. В общем, он в курсе всех этих осложнений. И, естественно, Виши предпочел уклониться от этого. Он сыграл слон Ж6, ход очень крепкий. И, кстати, он принес одну ценную ничью Владимиру Крамнику в матче в листе известном. Итак, белый играет слон Е3, укрепляет пункт Д4. Здесь тонкость в том, что белый вынужден менять Ферзей, что для Топалова, для атакера и изобретателя шахмат, конечно, невыгодно стратегически. Но дело в том, что после слона Д4 черные играют Конь С6, после разменов бьют на С4. Здесь выясняется, что у черных очень хорошая игра по черным полям. Их Владья идет на Д8, связывает слона. Слон С8 может выскочить как на Б4, так и на С5. И фактически получается, что черный Ферзь перспективнее, чем белый. Поэтому белые бьют на Д4 Ферзем. Происходит размен. Теперь очень важный ход Коня в Д7. Дело в том, что в прежние времена, я бы сказал, даже в прежние тысячелетия, здесь развивали коня на С6, но все-таки после разменов на С6 у черных портилась перспективная структура. А вот ход Коня в Д7, который введен в практику Василию Васильевичу Смыслову 11 лет назад, вот выясняется, что черные могут разменять активного слона, активного коня белых, и при этом не испортить перспективную структуру. Итак, произошел размен. Теперь сразу играть Конь Б5 не очень хорошо, то есть не дает перевеса. Ввиду шаха на Б4 черные успевают ускакать королем на всяких вилках. Вот, поэтому белые берут на С4 слоном сразу, а теперь черные прикрывают Конь Б5. Теперь уже Конь на Б5 не попадает. Вот здесь случилось разночтение с партией Топалов-Крамник. В той партии Топалов играл Король Е2, ладья Ж8, и вот так по-простецки выводил ладью в центр. В этом, кстати, есть определенный смысл. Сейчас вы увидите какой. Во всяком случае, эта разница оказалась неочевидной. И кое в чем Топалов играл, а кое в чем проиграл. Он сыграл ладья С1, оставляя пока ладью на H1. Последовал ладья Ж8, ход программный, потому что защищается пешка Ж7, и у слона Ф8 появляется возможность выйти в бой. Вот теперь было сыграно H4. Как видите, ладья на H1 все-таки имеет некоторую силу, угрожает H5 с паренькой слона. H6, это логично, готовим норку для слона. Король Е2. Я, конечно, долго думал здесь, почему бы не сыграть Король Ф2, но так и не нашел каких-то решающих кардинальных отличий. А вот слон Д6, замечательный ход. И вот здесь уже видно, что ладья на Д1 белым очень пригодилась бы. Например, стоя на здесь, можно было бы лихо отпрыгнуть на Ж7, выиграть пешку. А сейчас ситуация складывается таким образом, что черные очень удачно развивают слона, и самое главное, у короля остается хорошее поле на Е7. То есть наблюдается гармония черных фигур. Последовало H5, белые отогнали слона и зафиксировали слабость на Ж6, и затем Топалов в своем стиле зафиксировал еще и слабость на другом фланге, пешку Б7. Собственно, вокруг этой пешки и развивается вся дальнейшая борьба. Здесь, конечно, напрашивался выпад черного слона на Б4, чтобы съесть эту пешку, но мне кажется, Виши очень грамотно не сделал это. Дело в том, что после слона Б4 белые, судя по всему, заготовили вот такую яркую жертву. Играют конь А4, вовсе не защищают пешку. И на слон бьет А5, предлагают жертву второй. Вот здесь разворачиваются очень острые варианты, которые первоначально компьютер оценивает как вполне приятные для черных. На всякий случай все-таки пешка лишняя, и не обязательно ее брать. Но, вы знаете, в анализе, я потом после партии немножко посмотрел, все-таки у черных есть реальная проблема, потому что у них пока две фигуры вне поля боя, не участвуют в борьбе, а у белых все пять фигур могут активно работать. Вот посмотрите примерный вариант. Допустим, берем на Б4, ладья Б1, А5. Здесь после хода слон Б5 я во время онлайна завершил уже рассмотрение и сказал, что черные несут потери, но потом задумался, а почему, собственно, играем 3-0. На слон бьет Д7, можем на самом деле ладьей побить и королем. Так вот, здесь белые делают тихий ход ладья Д1 и начинают просто методично, потихонечку осаждать черных. Ну, угрожает шах, взятие на Д7 слон Е5, конь Б8, вполне логичный вариант, переводим коня на С6, казалось бы, что угрозит. Тогда следует еще один тихий ход, слон Е5 и угрожает мат черному королю. Значит, надо для этого короля сделать форточку, как говорят, Б6. Есть. Корточка есть, но здесь наступает другая беда, что белые ходом ладья Ц1 отправляют ладью Ц7. Уходить на Б7 нельзя из-за матов два хода, уходить на Д8 нельзя из-за потери коня. А на слон Ц5 белые берут пешку и возвращаются назад и все-таки стараются проникнуть в ладью Ц7. И после слона Б6 следует завершающий ход комбинации ладья Б1, после чего черный уже беззащитный. Я, конечно, не думаю, что Анан досчитал до такого состояния этот вариант. Он просто в какой-то момент оборвал расчет, почувствовал, что позиция экстремально опасна. Он сыграл после А5, он сделал здравый человеческий ход король Е7. Абсолютно правильно сделал. Итак, белые продолжают свою экспансию на перзовом кланге. Ф6, еще один грамотный ход, черные прикрыли пешку Ж7, теперь ладья свободна для того, чтобы выйти в бой. Б4, достаточно энергичная игра, здесь соперники действовали просто блестяще, надо сказать. Опять-таки, довольно опасно здесь брать пешку, хотя вот прямого выигрыша не находится. После взятия на Б4 ладья Б1, слон А5 берем на Б7. Вот я изначально считал только взятие на Б7 и рассчитал такой вариант, что после размена ладей, здесь черные спасаются единственным ходом король Д6, восклицательный знак. То есть не пускают никакую фигуру белых на С5 и здесь, видимо, черные держатся, хотя белые, скорее всего, отыграют пешку. Но вы знаете, вот по пути к этой позиции, вот здесь, вместо естественного хода ладья бьет Б7, есть очень интересный выпад конь С5. И вот здесь начинаются у черных некоторые проблемы, потому что, опять-таки, у них не хватает бойцов на передовой и, в общем, возможны проблемы с королем. И здесь надо было, что называется, откопать, поднять ход Б5 фантастический, пожертвовать качество и вот здесь доказать, что у черных за качество есть хорошая игра благодаря двум слонам. Но это совершенно нереальная задача, так что, опять-таки, решение Ананда не взять пешку на Б4 абсолютно оправданно. Он сыграл ладья Ж на С8, лишний раз продемонстрировал свое тонкое понимание и чувство опасности. Здесь позиция довольно сложная и все-таки было ощущение, что белые могут как-то нагнетать инициативу. Во всяком случае, пока слон на А7, пока ладья на А8, еще есть какое-то ощущение, что у белых есть инициатива. Я здесь изучал много разных продолжений. Вот, например...